Всем привет! В этом видео рассмотрим решение двух задач на тему перемещения главных трезвучий без смены расположения. Как вы помните, в теоретической части этого урока я рекомендовал выполнить сначала именно такую серию практических упражнений из первой темы задачника Алексеева. Тема у автора называется так. Соединение ТСД главных трезвучий с применением перемещений без смены расположения. Это значит, что как и в предыдущих задачах, выполняя упражнение, мы заранее определяем расположение согласно звуковысотному плану мелодии и сохраняем для всех аккордов единое расположение до конца задачи. Ничего на самом деле сложного. Приступая к решению задачи, первым делом мы определяем форму и тональность. Давайте послушаем. Остановка была. Конечно, здесь и визуально, и на слух можно было определить форму. Это восьмитактовый квадратный период из двух предложений по четыре такта. Здесь метроритмическая остановка. Смело цезуру определили. А это значит, что второе предложение начнется абсолютно с любой гармонии. Хоть с повторения, хоть с гармонии, которая противоречит функциональной логике, логике функционального движения. И тональность. Конечно же, это соль мажор, потому что гармонический ми минор нам бы здесь представил ноту радиез, седьмую повышенную ступень лада. Конечно, это соль мажор. Теперь как раз таки запишем пометку о расположении. Мелодия дана в основном в среднем регистре, но тем не менее несколько нот в низком регистре мы обнаруживаем. При этом мелодия не стремится попасть в свой высокий регистр сопрано. Но, в общем-то, можно заключить, что именно тесные аккорды подойдут как нельзя лучше. Давайте запишем. Т. Тесное расположение для всех гармоний. Следующим шагом мы определяем басовую линию по возможности всю. Намечаем бас и, естественно, записываем функции. То, что однозначно всегда можно определить, это последний аккорд классической задачи. Последний аккорд это всегда устойчивая функция. И это только тоника. Тоническое трезвучие в будущем. В будущем даже с экст-аккордом нельзя будет завершать задачи. Должна быть обязательно тоника на своем основном басу. В основном виде. Хотя и в любом мелодическом положении. Записали бас-соль. Смело обозначили функции тонического трезвучия. Часто мы определяем серединную каденцию, так называемую. Какие у нас аккорды в четвертом такте. Коденсирующие аккорды. Но здесь нота ре. В мелодии она входит в состав и тонического трезвучия, и доминантового по соль мажору. Поэтому вроде бы пока не ясно. Но заранее вам расскажу, что серединная каденция преимущественно оформляется доминантовыми функциями. Потом у нас прибавится и кадансовый кварц-акст-аккорд, предвосхищающий появление доминанты. Но здесь у нас пока нет таких гармоний. И в принципе можно заранее предположить, что это именно доминанта, а не тоника. Это наиболее логичный вариант развития событий. К тому же мы здесь сможем увидеть еще и полный, хоть и не закрытый, открытый оборот. Но и тоника, и субдоминанта, и доминанта здесь будет подряд присутствовать. Помните, мы обсуждали в теоретической части урока, что слишком частая смена, а также слишком частое повторение одних и тех же аккордов мешает и мелодическому развитию, восприятию общего гармонического плана и так далее. Давайте начнем сначала. Начинаем мы, как правило, с тоники. Реже бывает доминанта. Если это первая доля первого такта, нет никакого затакта, то чуть ли не в 100% случаев обязательно должна быть тоника. Записали здесь сразу тонический бас. И тут же видим, кстати, обозначение функции. Мы потом, как вы помните, сейчас проставим всю басовую линию и затем быстренько обозначение. Сразу же обнаруживаем первое перемещение. Раз по стандартным условиям это именно тоническое трезвучие, далее нота Си в соль мажоре это третья ступень лада. Пока что третья ступень лада гармонизуется только тоникой. Записали тонический бас. Далее, нота До, четвертая ступень лада. Можно сразу посмотреть и ноту Ми. Это шестая ступень лада. Обе ступени входят в состав пока что только субдоминантового трезвучия. То есть мы сразу делаем вывод, что это именно перемещение, а не соединение. Вот в данном случае, если бы это была не тоника, и мы сделали однозначный вывод, что это, например, субдоминанта, то тогда это было бы соединение вот при таком ходе. Но у нас есть возможность здесь как раз таки сделать перемещение. И тут у нас перемещение. Можно пока записывать вот таким образом. Конечно, потом мы будем делать другую группировку, объединять короткие длительности в более длинные. Но пока так. Подчеркиваем каждую ноту в мелодии, соответствующим тоном в басу. Так немножко легче учиться. Далее, смотрим. Нота Ре. Это пятая ступень лада. Входит в состав и тонического трезвучия по соль мажору, и доминантового. Но здесь есть здоровская такая подсказка. Ре, ля, скачок. Скачки мы пока не умеем гармонизовать разными аккордами. То есть мы не умеем соединять две разных гармонии с каким-либо скачком в трех верхних голосах. С одним или более скачками в трех верхних голосах. А это значит, что кварта на данном этапе работы будет служить однозначным индикатором перемещения. И мы делаем сразу вывод, что Ре, Ля одновременно входит в состав доминанты по соль мажору. Доминантового трезвучия. Значит, смело тут записываем доминантовый бас. Ре. У нас же доминанта Ре, Фа, Дес, Ля. В соль мажоре. Ну вот смотрите, бас уже стремится за пределы своего рекомендуемого диапазона. Можно тогда смело опустить вот эти ноты. Потому что субдоминанты с доминантой соединяются только таким образом пока что. Бас двигается на секунду вверх, как вы помните. Три верхних голоса на ближайшие тонны доминанты вниз. Здесь Ля мы уже определили, что это доминанта. Дальше Си. Третья ступень лада. Конечно же, тоника и соль. Вроде бы здесь могла бы быть и субдоминанта. Но, опять же, вспоминаем теорию урока. И в первую очередь рассматриваем возможность перемещения. А затем уже соединение разных гармоний. Вроде бы здесь подходит и субдоминанта. Но стоит ли брать субдоминанту? В принципе, нам подскажет следующий тон, что здесь субдоминанта ни при каких условиях не подходит. К тому же, давайте напомним тебе теоретические условия. Для чего нужны перемещения? Конечно, это не в 100% случаев необходимо делать. Но приемы перемещения аккордов призваны придать гармонии более широкое дыхание. То есть, если мы будем мельтешить разными аккордами, гармонизовать особенно такие короткие ноты, то это будет создавать сумятицу, определенную кашу гармоническую. То есть, лучше такие короткие ноты всегда гармонизовать по возможности одним и тем же аккордам, одной и той же функции. И почему здесь все-таки подходит именно перемещение тонического трезвучия, а не еще и субдоминантовая гармония на ноту соль? А потому что дальше у нас доминанта. После субдоминанта мы можем взять на самом деле доминанту, но в данном случае она будет соединяться неправильно. Как вы помните, субдоминантовые звуки должны идти на ближайшие тонны вниз, а бас на секунду вверх к доминанте от субдоминанта. Поэтому здесь мы сделаем вывод, что не получится соединить S, D. Это тоника. Дальше нота ля, вторая ступень лада, а это у нас доминанта. После доминанта субдоминанта быть не может, значит это тоническое трезвучие. А вот нота ми, это шестая ступень лада, значит однозначно субдоминанта. Ну вот здесь тоже, если после алгоритма программы мы бы записали этот бас, он бы находился здесь. И как минимум при таком положении мелодического звука мы не можем уже уместить, даже если бы мы хотели взять доминантовый бас в этой октаве, при таком положении мы уже не можем между унисоном уместить остальные голоса. То есть бас как минимум на октаву вниз мы отдаляем здесь от мелодии. Значит и субдоминантовый бас будет двигаться снизу вверх к доминанте. Далее опять шестая ступень лада. Это конечно же субдоминанта записали. После цезуры мы смело, хоть после доминанта берем субдоминанту. Цезура позволяет это сделать. Здесь и субдоминантовый и тонический звук. Но стоит ли брать здесь тонику, которая будет встревать между аккордами, которые могут нам дать полный оборот субдоминанта? Возьмем тонику. Помните, да? Какую часть урока? Пятый вопрос. Вот здесь вот после субдоминанта взяли тонику вместо доминанта и разрядили нарастающее напряжение мелодической, в частности фразы. И гармонической, конечно же. Вот здесь вот мы просто застопорим естественное дыхание и движение гармонической основы. Конечно же, здесь лучше будет взять именно субдоминанту и потом доминанту с перемещением. Ну, потому что это седьмая и вторая ступени лада, которые входят в состав пока что только доминанта. То есть тут делаем однозначный вывод о перемещении именно доминанта. Ну, после доминанта, конечно же, тоника и ничего другого. Тоже смотрим. Вроде бы тонический звук, а вроде бы и субдоминантовый. Но по отношению к однозначному субдоминантовому тону ми, то есть мы не можем тут тонику перемещать и дальше, потому что здесь будет однозначно субдоминанта, по отношению к этому звуку этот слабее. То есть этот на относительно сильном времени, относительно вот этого тона. А значит, если мы гармонизуем здесь субдоминантой и дальше субдоминантой, у нас получится явление гармонической синкопы. А гармоническая синкопа – это то, что не стоит делать. Перемещать, грубо говоря, аккорд или повторять его, или тянуть даже синкопированно со слабого времени на более сильное время, относительно сильное время или сильное, так делать нельзя. А значит, делаем вывод, что после этой тоники нота соль гармонизуется обязательно тоническим трезвучи. А здесь мы уже определили шестая ступень лада – это субдоминанта. И, как водится, зачем здесь брать тонику? Нарушать естественное течение всего оборота тоника. Вот она тоника. Сейчас, секундочку. Не получается у нее выделить только вот эти тоны. Вот она тоника. Затем субдоминанта. И брать такую короткую тонику – нехорошо. Конечно, лучше здесь переместить субдоминанту. Тем более, она прекрасно соединится с последующей доминантой. Далее. Доминанта. Мы уже определяли, что фа диез – это седьмая, ля – вторая ступень лада. И, конечно, это доминанта. Как вы видите, опять бас забирается по алгоритму программы. Очень высоко. Программа не знает наших требований. Поэтому смело вот эти басы сразу опускаем вниз. Теперь нота ре. Вроде бы и тонический звук, и доминантовый. Но здесь мы наблюдаем скачок. Как я вам уже говорил, скачок – это сразу же индикатор перемещения на данном этапе работы. Смело записали доминантовый бас. К тому же, тонику мы не сможем перенести через тактовую черту. Это возможно только в одном случае, когда одна и та же функция занимает весь такт самой первой доли, перемещается или просто длинная функция звучит, и дальше мы берем тот же самый аккорд, ту же самую функцию. Здесь, конечно, доминанта. Ну что ж, давайте... А, нет. Вот здесь тоника, тоника, еще новая тоника, и здесь уже обозначение есть. Запишем, что все это тоники. Как вы помните, перемещения каким образом обозначаются? Перемещения. Пока что только тонические перемещения. Это прочерк. Такое тире. Далее. Субдоминанты. Вот она, субдоминанта. Здесь. Здесь. Это все. С. И перемещения субдоминанта. Обозначим. Субдоминанты. И доминантовые функции. Д здесь. Вот они. Первоначальные аккорды. А вот это были перемещения. Вот это все будут перемещения. Есть. Вроде бы все функции мы обозначили. И обоснованно нашли перемещение. Правда, будет здесь один интересный нюанс. Посмотрим, как мы будем действовать. Теперь. Согласно выбранному расположению, мы однозначно определились с тесным расположением. записываем просто-напросто все аккорды в этом самом тесном расположении. И автоматически здесь у нас будут выполнены правильно и перемещения. Раз это задача на перемещение главных трезвучий без смены расположения, по сути, мы просто будем находить на данном этапе работы, каким образом мы будем повторять один и тот же аккорд один или более раз подряд. И на самом деле его перемещение. Итак, тоника по соль мажору, соль, ре, си, си, соль, ре, до, соль, ми, суль доминанта. В тесном расположении оставляем. Хотелось бы взять здесь широкое, но это тесное. Ми, до, соль, ре, ля, фа, диез, ля, фа, диез, ре, тоника, си, соль, ре, соль, ре, си, ля, фа, диез, доминанта, ре, соль, ре, си, ми, до, соль, ре, ля, фа, диез, ми, до, соль, соль, ми, до, фа, диез, ре, ля, ля, фа, диез, ре, си, соль, ре, соль, ре, си, ми, до, соль, соль, ми, до, фа, диез, ре, ой, зря я точку взял. Фа, диез, ре, ля, ля, фа, диез, ре, 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 ля, фа, диез, вот такая длинная доминанта. Ре, си, соль. Но здесь я бы сразу взял бас пожирнее. Тут регистрового разрыва нет, хоть и тесное расположение аккорда, но так будет утвердительнее, посочнее немножко. Да, пожалуй, так получше. Хорошо. Теперь мы должны посмотреть, хорошо ли в нас соединяются все аккорды. После перемещения у нас гармоническое соединение, значит, бас ведем в любом направлении. Субдоминанта с доминантой правильно соединилась. Переместили доминанту, все хорошо. Тоническое трезвучие перемещается. Дальше с доминантой, мелодическое соединение. Значит, бас правильно идет в противоположном направлении трем верхним голосам. Это лучше голосоведение, нежели в одном направлении вести все голоса. Опять мелодически соединилась доминанта с доминантой. И бас опять в противоположном направлении. Все хорошо. А теперь мы смотрим на соединение тоники и субдоминанты. И обнаруживаем здесь движение всех голосов в прямом движении. В одном направлении движутся голоса. Делаем вывод, что неплохо было бы, чтобы от тоники к субдоминанте бас шел снизу вверх. Это значит, что уже субдоминантовый бас однозначно должен быть на этом месте. То есть на октаву ниже просто нельзя. Понятное дело, на октаву выше это перекрещивание. Так делать не стоит. На октаву ниже тоже нельзя. Потому что тонический бас, если опустить еще ниже, он будет выходить за рамки рекомендуемого диапазона. Это слишком низко. Значит, субдоминантовый бас должен оказаться именно здесь. И доминантовый поэтому тоже только здесь. Но как же быть? Как теперь соединить доминанту с тоникой? Вот здесь мелодическое соединение доминанта с тоникой. И теперь тут все голоса движутся в одном направлении. Здесь может быть два основных варианта решения при данных средствах гармонизации. Можно на точку сделать октавный перенос. Очень хорошее средство, когда необходимо исправить голосоведение. То есть это не то, что не является нарушением. Это очень хороший вариант. Почему на точку? Ну, чтобы не синкопировать. Синкопы хоть и возможны, но в нашей учебной практике на данном этапе работы никаких синкоп даже в одном каком-то голосе. В будущем кое-какие синкопы будет разрешено делать. Поэтому мы на точку сделаем октавный перенос и спокойно возьмем субдоминанту. Но здесь есть и еще более интересное и, на мой взгляд, изящное решение, которое нужно осваивать с самых первых уроков и брать на вооружение. Так как это пригодится буквально сразу. На самом деле, ноту, достаточно длинную ноту, можно дробить и гармонизовать ее разными аккордами. Не помню, говорил об этом, не говорил на первых занятиях. Но сейчас на конкретном примере покажу. Так как нота соль входит в состав и тонического, и субдоминантового трезвучия по соль мажору, мы смело можем представить себе, например, точку. Как будто это повторение того же самого звука. Допустим, здесь стояла бы просто лига. Вот таким образом. И мы должны были бы повторяющийся звук перегармонизовать. А так как у нас сейчас нет средств перегармонизации, мы даже не можем изменить расположение аккорда. Например, взять здесь тонику широкую. Здесь было тесно, а здесь взять широкую. При повторении того же самого тона. Помните, вот этот теоретический вопрос. Возможность перемещения. Которая выполняется крайне редко при статичном сопрано. При повторяющемся звуке, например. Можно поменять расположение. То есть это единственное пока что средство гармонизации, которое могло бы нас спасти. Если бы этот звук не был в двух разных аккордах. Но так как первая ступень лада входит в состав и тоники, и субдоминанты, мы смело можем взять здесь субдоминанту. И давайте я верну условие. То состояние, как оно было изначально задумано. Здесь можно сделать перегармонизацию субдоминанта. Взять тон ми. Здесь взять тон до. И конечно же в басу сразу ноту до. И тогда субдоминанту мы обозначаем вот здесь. А это будет просто перемещением аккорда. То есть понятно, что я сделал. Представил себе, что на точку просто идет повторение того же самого звука. И так как эта доля более сильная, чем самая последняя, восьмая в размере 3 четверти. Естественно, такое перемещение возможно. Здесь нет ни гармонической синкопы, ничего дурного. Так что, вот такой вариант развития событий здесь мог быть. И так как это общий тон, который остался на месте, здесь уже гармоническое соединение. А значит бас ведем в любом направлении. Вот так можно было выпутаться из этой, казалось бы, непростой ситуации. Но мне хотелось бы с самых первых уроков вам показывать такие вещи. Потому что это вас очень серьезно продвинет. При выполнении последующих, более сложных заданий. Так. Где еще у нас наблюдаются проблемы? Субдоминант с доминантой хорошо соединилась. Тесно, тесно. Все голоса, никаких перекрещиваний. Далее субдоминанта с перемещением. Опять с доминантой. Тоника, гармоническое соединение. Все прекрасно. Тоника переместилась. И вот опять субдоминанта соединяется с тоникой. Мелодически. А значит бас желательно ввести снизу вверх. И в принципе даже при таком перемещении, если вы сделаете октавный перенос, ничего страшного не будет. Но я опять же стилистически бы сделал вот так. Октавный перенос в момент вот этой точки. Вот такой интересный мог бы быть момент. Октавный перенос, если вы делаете, можете обозначать его так же, как и перемещение аккорда. Ну, можно было разместить тонический бас сразу октавой ниже относительно вот этого баса. Не в малой октаве, а в большой октаве. Без проблем. Ну, еще я группировку такую сразу сделал. Это не принципиально. Давайте сделаем вот так. Так как у нас заключительная тоника при вот таком жирном басе, то в данном случае лучше опустить бас на более слабом времени, нежели первая доля, чтобы это не звучало как уже заключительная тоника. Можно и такой, и такой вариант рассматривать. Теперь группировка. Давайте с баса начнем. Потому что в басу можно всегда мелкие длительности изменять группировку и объединять в более крупные. Когда мы говорим о трезвучиях, не о секс-аккордах. Когда секс-аккорда будут, там тоже нюансы свои возникнут. Половинная. Здесь четверть. Четверть. А здесь можно половинную с точкой. Запросто записать. Вот так. С басом разобрались. Теперь тоны в средних голосах тоже смотрим на группы повторяющихся нот и объединяем. Вот здесь смело точку. Без проблем. Дальше. Так как это размер три четверти, естественно, третья четверть у нас более слабая, чем вторая. Смело объединяем. Дальше. Так. Ну все. Пожалуй, все. Нам больше негде объединять. Вроде бы ничего не пропустил. Давайте послушаем. Да. Я, наверное, забыл рассказать по поводу вот этих октавных переносов. Естественно, синкопы не делаем. Плюс надо смотреть, что происходит у нас с общей фактурой. И если вы захотите сделать октавный такой перенос при том, что, к примеру, у вас все-таки будет такая ситуация, когда нужно будет на две разных восьмых взять два разных аккорда. И вот с шестнадцатыми октавные переносы не делайте. Это уже за рамками учебной практики. То есть шестнадцатые ноты вообще в учебной практике встречаются крайне редко. То есть максимально короткая нота это восьмая, как правило. Поэтому, если у вас достаточно времени для октавного переноса, вот длинный аккорд звучит, и там иногда даже стилистически это интересно и полезно звучит. Вот, к примеру, здесь в басу нигде нет формулы пунктирного ритма, когда первая нота в три раза длиннее второй ноты. И она на сильном времени, естественно. Это пунктирный ритм. И здесь нигде его нет. Поэтому здорово, здорово здесь как раз скрыть в басу вот эту формулу. То есть не так. Ну, можно было, конечно. И половину здесь записать. Ну, я предпочел вот такой вот октавный перенос. Бас тут свое веское слово говорит. Вот такая интересная задача. Надеюсь, я нигде ничего не забыл. Ну что ж, давайте приступим к следующей задаче, в которой я вам предложу очень один интересный фрагмент. Разберем похожий на перегармонизацию в этом случае. Но здесь перегармонизация не по той причине, что мы не могли разобраться с последовательностью функций. А здесь перегармонизация явилась необходимостью, таким техническим приемом для того, чтобы улучшить, скажем так, голосоведение в первую очередь. Ну, заодно здесь получилось на самом деле и равномерное достаточно движение, гармоническое. Потому что если задуматься, давайте все-таки вернемся к этой задаче, если так задуматься, то у нас задача сложилась таким образом, что кроме этого такта, нигде больше не предвиделось звучание очень короткой гармонии на протяжении всего лишь одной восьмой. То есть у нас везде гармония где-то звучала перемещением хотя бы в две восьмые. То есть вот у нас тоника, затем субдоминанта, затем доминанта. Ой, не получается. А, я понял, почему не получается. Вот она, доминанта, потому что здесь сгруппирована объединенная нота. Вот тоника, одну четверть занимает, доминанта, тоника, субдоминанта. Пошло более активное гармоническое развитие доминанта, тоника, субдоминанта. То есть по одной четверти на каждую гармонию. Вот поэтому стилистически в данный момент получилось даже еще лучше и интереснее. Больше такого фрагмента нигде не было, где была возможность взять отдельно четверть с точкой. Одна гармония и какая-то восьмушка, такая короткая гармония. Поэтому вот этот момент более интересен. Так, двигаемся дальше. И в этой задаче покажу один технический прием, который очень похож на тот прием, который необходимо использовать, по-моему, чуть ли не в первой задаче по задачнику Алексеева. И для новичков это очень сложный технический момент. Но, тем не менее, разобраться в нем стоит. И на самом деле он станет легким. Вы сейчас в этом убедитесь. Итак, тоже у нас простая задача. 4 плюс 4, восьмитактовый квадратный период. И тональность. Сразу видно, что это фадис минор. Такая незатейливая мелодия. Конечно, фадис минор. За счет седьмой повышенной ступени лады сразу делаем четкий вывод. Записываем тональность. Есть фадис минор. Расположение. Да, и цезура. Конечно же. Цезура. Пока что я классические, самые простые варианты выбираю. Здесь метро-ритмическая остановка на классической доминанте. Тут однозначно вторая ступень лада. Пока что только доминанты гармонизуются. В конце тоника, понятное дело. Но расположение всех аккордов. Мелодия дана в среднем и высоком регистре своего диапазона сопрано. Поэтому смело делаем вывод, что это должны быть все широкие аккорды. Все широкие аккорды. Здесь будет тоника. Сразу запишем бас по диез. За счет того, что здесь была соль. Думаю, что отдельно программа выставила бы средне-высокий регистр баса. Давайте так сделаем. И здесь у нас была доминанта. Мы здесь определили сразу, что это доминанта. Значит бас до диез. И начинаем. Конечно, если нет затакта, на первой сильной доле первоатакта у нас в 100% случаев тоника. Если есть затакт, то бывает, что затакт начинается с тоники и очень часто, чаще всего, с доминанты. С субдоминанты, не помню ни одной задачи, чтобы что-то начиналось. Так. Это тоника. Записали. Далее. Ой. Далее. Аккорд мы должны взять либо видоизмененный при гармонизации той же самой, особенно крупной длительности. Просто в гармонии не принято повторять аккорд в неизмененном виде, если это очень крупные длительности. Такая возможность есть. Но если мы можем перегармонизовать, видоизменить аккорд или перегармонизовать другим аккордом, то так нужно делать, особенно при гармонизации крупных длительностей. И все задачи Алексеева строятся по этому принципу. Там есть небольшие исключения, но своевременно мы и этот момент разберем. Значит, каким образом мы можем перегармонизовать, если тонику в другом виде при повторяющейся мелодии мы взять не можем. То есть смена расположения нам пока недоступна, и в этом такой необходимости и не будет. То есть мы можем здесь взять другую гармонию. А это доминанта. Но здесь есть подвох. Если мы возьмем на до диез доминантовую функцию, то тогда мы не сможем после доминанта взять субдоминанту. А нота си по фа диез минору это четвертая ступень лада, субдоминантовая функция пока что. Сразу делаем вывод, что это должна быть тоже тоника. И смело записываем бас. Но опять же, мы не можем гармонизовать ту же самую ноту видоизмененной тоникой. Что же делать? Вспоминаем опять же, раз нота до диез, пятая ступень лада, может быть гармонизована фа диез минору и тоникой, и доминантой, нельзя ли перегармонизовать? Эту ноту, пока она звучит, мы можем взять на более слабом времени другой аккорд и вообще на другом времени другой аккорд и спокойно опять прийти к тонике. Так оно и есть. И у Алексеева именно такой есть фрагмент, зашифрованный, до которого не так просто додуматься. Но мы это и сделаем. Здесь вопрос, пожалуй, будет только в том, какой ритм мы выберем. Можно выбрать ритм, который мы будем наблюдать здесь по пути развития мелодии. Например, вот здесь вот будет субдоминанта. Давайте попозже вернемся к этому такту. Здесь будет субдоминанта. Вот так. Дальше. Вроде бы может быть и доминанта, но мы помним, что ССД пока что так не соединяются при восходящей мелодии. То есть от СКД нужно идти только тремя верхними голосами вниз на ближайшие тонны Аббас вверх. Значит, сразу смело здесь записываем тонику и Ре четвертая ступень, то есть шестая ступень Лада, конечно, это С. Записали С. Дальше. До диез. Вроде бы и тоника подходит, и доминанта, но мы вспоминаем, что лучше мыслить полным оборотом после субдоминанта. Взяли доминанту, переместили и все равно необходимо брать после доминанта эту тонику. Здесь получится еще один полный оборот. Почему бы так не действовать? Взяли здесь смело. доминанту. Только второй голос. Бас до диез. Повторили. И тоника. Сразу опускаю вниз, потому что бас уже вылез за пределы рекомендуемого диапазона. Ну и здесь доминанта. Мы уже определились. Третья ступень Лада, Ля, конечно, это тоническое трезвучие. записали. Фа диез. Вроде бы может быть и субдоминанта, но здесь придется оставить тонику на первую ступень Лада, потому что дальше, смотрите, какое соединение, пока что не подходящее под наши технические условия. С, Д, мы всегда соединяли при движении трех голосов вниз. То есть здесь придется оставлять тоническое трезвучие и потом брать доминанту, иначе неправильно соединится С, Д. Тут такое условие, где мы делаем однозначный выбор функции или конкретного аккорда. Дальше доминанта, конечно же, это вторая ступень Лада. Перемещаем доминанту, седьмая ступень Лада гармонизуется только доминантой. После доминанта, какой бы там звук ни был, если это не перемещение аккорда уже на данном этапе работы, то только тоника, если мы переходим на ступень выше, конечно, это только тоническое трезвучие. Ну вот, пора брать субдоминанту как раз для полного оборота. Конечно, это субдоминанта. Здесь тоже стоит ли возвращаться к тонике? Конечно, нет. Согласно даже вот этой простой рекомендации, чтобы тоника не стопорила естественное течение гармонического оборота, мы будем действовать и мыслить полным оборотом ТС, ДТ. По возможности всегда мыслите полными оборотами. И, конечно, тут лучше брать доминанту, перемещать ее и только тогда приходить к тонике. Тоника только что была. Взяли субдоминанту опять тонику. Что-то не то. Конечно, лучше Т, С, Д, Д. И так, вроде бы с аккордами мы определились, кроме первого такта. Я уже подсказывал вам, что здесь нужна будет перегармонизация. Но стоит решить, только будет ли это перегармонизация четвертями, либо все-таки вы захотите взять, скажем, такую формулу, как во втором такте. Можно стилистически так во форме взять тонику, короткую доминанту и опять тонику. Будет такой более резкий рывок от доминанта в тонике и от тоники собственных доминанте. Но ничего страшного, будет имитировать определенный такой проходящий, ну, в данном случае, наверное, больше вспомогательный оборот, раз бас тонический останется на месте, но это будет такой необычный вспомогательный доминантов оборот, потому что вспомогательный оборот с тоникой это из аккордов субдоминанты. строятся, а не доминанты. да ладно. Итак, давайте оставим такую формулу, интересно будет, как будет звучать. Я сначала просто подумал о перегармонизации четвертью, то есть мы возьмем функционально тонику, доминанту тонику и спокойно пойдем после тоники к субдоминанте. Думаю, всем понятно, как мы оправдали такое движение. широкое расположение тонического трезвучия до, фа, ля, ля. Здесь не точно взял, мы же здесь перегармонизуем доминанты, значит, четвертью с точками ми-диез доминанта, до-диез мы строим отсюда, то есть чтобы больше аудитории понимало, что происходит, мы представляем себе, то есть разбиваем длинную ноту на две ноты в том ритме, как нам интересно. Конечно, синкопу не стоит делать, как вы понимаете, брать, скажем, восьмую тонику и потом четверть с точкой доминанта. У нас тогда получится гармоническая синкопа. Вот таким образом можно представить половинную ноту и гармонизовать до-диез, ми-диез, соль, диез. Дальше до-диез, фа-диез, ля, си, ре, фа-диез. И сразу видим, видите, уже тут перекрещивание. Можно сразу править линию баса, то есть очевидно, что бас должен прийти вниз для того, чтобы двигаться вверх. К тому же здесь еще и мелодическое соединение. Три голоса идут от тоники к субдоминанте вниз, поэтому бас снизу вверх. А при гармоническом соединении, вот у нас общий тон на месте, естественно, опять общий тон остался на месте, т, д, т, поэтому смело бас двигаем как нам удобно. Главное теперь бас не двигать снизу вверх, потому что у нас будет две кварты в одном направлении. А вот здесь можно было с баса и такого начинать без проблем. Движемся дальше. Здесь у нас будет, как мы выяснили, тоника. Да, вот я забыл функции. Ну, из-за того, что вот здесь мы решали, какую же формулу, давайте запишем функции. тоника, тоника, здесь, тоника, здесь и в конце. Вот так. Перемещение, где у нас там тонические перемещения, вот здесь вот будет перемещение. Ну и все, пожалуй. Теперь, а, вот еще тоника есть. доминанты. Ну давайте доминанты. Доминанты, доминанта. И здесь доминанта. Доминанта. Перемещение. Раз, два, три. Всего три. Разом будет перемещаться доминанта. Так. А, и субдоминанта, конечно же. С, С, С. Вот всего три субдоминанты, как оказалось, у нас в задаче. Ну и этого достаточно. Когда будем изучать более подробную функциональную систему, узнаем, что иногда произведение у классиков состояли, ну, небольшие, конечно, произведения, вообще только из автентических оборотов. Т, Д, Т. Или какие-то отдельные предложения могли содержать только автентические обороты. и так, тоника до, диез, фа, диез, ля, рем, фа, диез, доминанта, си. Уже видим перекрещивание. К тому же, здесь, видите, бас движется вверх, и все три голоса вверх. То есть, это, конечно, мелодическое соединение, поэтому возвращаем тонический бас вниз, и, конечно же, сюда поведем его вверх на кварту. Отлично, то, что нам и нужно. Ну, теперь вопрос, а стоило ли здесь делать вот такой вот стилистический ход, когда здесь вот такое мы наблюдаем. Может быть, стоило к доминанте вверх и вниз к тонике, потом к субдоминанте вверх, тоника вниз субдоминанта. Что-то такое вот похоже. Так, ну, ладно. Это можно потом еще долго рассматривать, слуховую оценку проводить и так далее. Доминанта, до диез, ми диез, со диез. Как вы видите, здесь бас тоже забирается очень высоко. Конечно, мы его сразу опускаем. И тоника. Ну, тут гармоническое соединение. И доминанта, соль диез, до диез, ми диез. Мелодическое соединение, поэтому бас, в принципе, уже правильно расположен. Если бы мы опустили бас вниз, пришлось бы из-за мелодического соединения ввести и этот бас вниз, и мы бы уже здесь наблюдали регистровый разрыв. Поэтому, конечно, вот такое движение баса нам подходит лучше. Тоника. Ля, до диез, фа диез, перемещаем, фа диез, ля, до диез, доминанта, до диез, ми диез, ми диез, соль диез, до диез, фа диез, ля, до диез, рэ фа диез, ой, почему я взял с точкой, не очень понятно, рэ фа диез, здесь тенор должен петь ноту, си, и тоже уже не очень нам подходит такое движение, конечно, нужно было здесь, дальше там просто субинанта с доминантой соединяется неправильно, ми диез, и тут вдруг соль диез, конечно, перекрещивание такое не делаем, то есть опускаем бас, но так как тоника с субдоминантой соединялась мелодически, нужно было бас повести снизу вверх, поэтому делаем тут однозначный вывод от положения и тонического баса, доминантовый соответственно этот пониже, и тоника фа-диез, ля, до-диез, вот, в конце я предпочел все-таки помощнее бас, особенно при таком широком аккорде, на сопрано стремится в свой верхний регистр диапазона. Теперь сделаем группировку, точнее говорить не группировку, изменяем группировку и объединяем общие тоны в более крупные длительности, либо повторяющиеся тоны при перемещении, вот здесь доминанта, повторяется тон, нет необходимости его повторять еще раз, объединили. Здесь вторая доля сильнее третьей доли в размере 3 четверти, поэтому смело объединяем общий тон в более крупную длительность. Много у меня здесь в этой задаче мелодически, вот здесь кстати с точкой запросто мелодических соединений вот тут не синкопируем, ни в коем случае вот так не делаем, потому что вы превратите альтовый голос в частности в размер 6 восьмых, а у нас структура метролипическая 3 четверти, поэтому это все должно быть, но только оправдано. Здесь пожалуй все, больше нечего объединять. вот здесь тоже ни в коем случае этот общий тон не делаем вот так. Здесь меняется метролипическая структура. Так, басовую линию еще раз проверим, нет ли там никаких проблем. да, бас должен оказаться именно в малой октаве, потому что в большой уже не получится тут мелодическое соединение. Опять же, можно, конечно, придумать какой-то там октавный перенос, но стоит ли так делать? Вот в чем вопрос. Особенно в данном стиле задач, то есть сейчас пока задачи очень простые, не старайтесь сразу сделать что-то очень сложное. Попытайтесь найти сначала самое простое решение и зачастую оно будет в общем-то самым правильным и возможно даже изящным. Вот такая задача. Давайте послушаем. еще раз послушаем. Тут теперь вопрос а стоило ли все-таки так записывать? Может быть четвертое? Вот что-то мне на слух не очень нравится. Давайте четвертя место. Такое более размеренное движение вполне может придать большую четкость, ясность, нежели как-то вот если бы мелодия все-таки здесь повторялась тогда да может быть но так как мелодия статична причем и в звуковысотном плане статична и просто тянется звук он не просто остается на месте и повторяется да я думаю я думаю что такой вариант перегармонизации четвертями более логичный к тому же обратите внимание на стилистику второго предложения здесь вот у нас половинная как раз и четверть здесь мелодия оказалась половинной вот такая задача надеюсь вам было интересно полезно познавательно всем успехов пока